Где-то 4 часа, днем мы все поднимали, где-то в 8 часу у нас уже с левой стороны школы зашла вода. Вот посмотрите, где-то 30 сантиметров. Это со стороны мини-центра. Большая вода апрельского паводка подошла к школе в селе Алтынсарина Кустанайского района вплотную и даже зашла вовнутрь со стороны мини-центра. Директор школы, да и все, кто в эти часы пытался спасти, что есть, эти часы вспоминают с дружью в голосе. Было, конечно, страх, боль, переживания. Это единственное место в селе, которое мы обучаем детей. Ой, я не могу. Вода подходила слишком быстро, рассказывает директор школы. Через поселковую группу ватсап они позвали на помощь всех, кто мог. И люди пришли. Хотя в этом времен вода шла и в дома местных жителей. Обсыпку не успели, потому что никто не ожидал. Сюда вода попадет. Обсыпку сделать нужно же организовать. Песок надо привезти, мешки надо привезти, людей надо организовать. Вот этого у нас не ожидал же никто. Наша задача была, главное, спасти эту школу. Я думаю, наши учителя, считаю, они героический поступок совершили. Я очень благодарна им за это, что мы спасли единственное место, где все мы собираемся здесь. Ирина Мартынова не один год работает в школе учителем начальных классов. Вместе с сыном они также кинулись спасать школу. Было страшно, потому что это такая чрезвычайная ситуация, никто от этого не застрахован. И переживания на душе были. Не только первая, конечно, школа, потом дом, потому что дома тоже остались. Дом у вас попал? Нет, мы не попали. Нас обошла эта беда стороной. Всю мебель, технику, книги из библиотеки поднимали на второй этаж школы. Сами ученики постарше и их родители. Им помогали волонтеры и чейсники. Снимали жалюзи и стенды. Никто не знал, до какого уровня может подняться вода. Сейчас в школе все по-прежнему. И ничего уже не напоминает о том хаосе, который происходил 6 апреля в эти дни. Вот эти все шкафчики перенесли обратно, повесили стенды и даже двери. Их, кстати, все откручивали и тоже уносили на второй этаж. Сейчас их вернули на место. Сейчас в школе уже начался учебный процесс. Здесь даже смогли запустить в работу старую скважину с водой. Хотя во всем Алтын-Сарина водопровод все еще не запущен. Первые дни апреля для всех жизней Алтын-Сарина стали испытанием. Люди не хотели эвакуироваться. Некуда было девать скот. И тогда свою помощь им предложил Латив Иолчуев. Я же живу в этом поселке. Это же мой поселок. Как же не помочь людям? Можно было уехать в город спрятаться? Не, не, нельзя. Я так не смогу. Почему? Ну, я такой человек. Мне надо помочь, надо работать. На свою небольшую ферму, которая находится на пригорке, он предложил людям согнать свой скот. Ночью вместе с ветрачами и чесниками они грузили животных на КамАЗы и свозили к нему. До этого водили, а потом, когда уже вода прямо в поселок зашел, я ездил на тракторе, ковшу кидал, телят, маленьких телят, ковшу кидал. Да, да, да. В общем, к его собственным животным добавилось еще 120 коров, лошадей и овец. Сегодня только забрали домой последний, говорит мужчина. В ферме признается, что кормить скот ему помогали. Люди из других сел и хозяйств привозили корма, сено и солому. Латев Иолчуев сейчас очень доволен, ведь почти вся скотина в селе смогла выжить. Хамза Нурпеизов и Татьяна Калюжная, РТН.